Всем доброго дня! В этом выпуске презентация модификации моего посоха, в результате которого значительно изменен конструктив и характеристики. Причем в конце будет проведен эксперимент продолжительностью 2,5 минуты по дистанционному воздействию. Но прежде чем начать хочу предупредить о возможном закрытии моего канала, так как некоторые отмороженные существа поставили цель уничтожить мой канал. Возможно в связи с этим я открою новый и перезалью туда все свои ролики и вероятнее всего несколько поменяю формат подачи материала. И если я раньше никогда не просил вас подписываться на меня, то на этот раз прошу подписаться, кто еще этого не сделал. Так как перед закрытием я сделаю оповещение подписчикам с указанием нового адреса и у вас всех будет ссылка. Поскольку все кто кидает страйки обычно тупые пидорасы, вот так вот честно скажу, потому что кидать страйки это последнее дело на ютубе. И до этого опускаются только низший сорт людей, ну я так считаю, поскольку ну блин, алё. Ну а тот кто пытается мне навредить, в скором времени получит ответное наказание. Причем не будет знать, что делать, сперва бежать в сортир или сразу вешаться. Нет-нет, я как биоэнергетик ничего делать не буду. Тут только защита. Но по моему длинному жизненному опыту знаю. Все те, кто пытался меня как-то зацепить, очень плохо кончали. У меня много примеров на этот счет. Когда в 90-х на меня пытались наехать бандиты и вдруг резко оказывались за решеткой. Или находили их прикопанных в лесопосадках. Или пропадали без вести. Когда несправедливо шизики покушались на меня, а потом вдруг попадали в аварии со смертельным исходом. Или некоторые правоохранители лишались погон. Или еще чего хуже. Список довольно длинный. Но этому параноику уготована другая судьба. Пока говорить не буду. Возможно только после того, как переговорю с коллегами. И все будет как в сценарии. Где хорошо смеется тот, кто смеется последним. Спецматериала я уже подобрал достаточно. А теперь возвращаемся к презентации. Приходится показывать вертикально. Чтобы более демонстративно было это все. Значит сейчас у нас подключен обычный генератор. На микросхеме. Самый обычный. Смотрим как у нас тут индикатор. Индикатор начинает светиться больше чем на 2 см. Где-то 2,5 см. Вот та же ситуация. Так вот еще можно показать вот такое. Неонка. Тут 2 см. где-то ножка торчит. Вот где-то на больше чем 1,5-2 см. где-то она загорается. И это на обычном генераторе. Теперь включим мощный генератор. Да, еще забыл вот это показать. Тоже самое. Интересный эффект вот такой. Вот такой. Вот так. Ок? Вот так вот. Вот так. 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 Теперь смотрим светодиодный индикатор, как видите, очень резко увеличился радиус действия. Вот здесь где-то 12-13 сантиметров, он начинает гореть на 12-13 сантиметров. Тоже самое здесь, конечно. Неонком тоже, как видите, светит. Но долго вот с увеличенной мощностью я находиться не могу. Даже вот уже после всего того, что я тут перепробовал, то на нем я долго не могу находиться возле него. Ну то же самое здесь. Сами понимаете, еще выше. Теперь я покажу поближе и само его действие. Это сейчас на мощном. Здесь немножко временная. Какая попалась под руку, здесь будет получше. Сам индикатор второй. Здесь находится тор. Вот здесь. Здесь просто выход провода. А тор находится здесь. То есть центр от излучателя до излучателя находится вот здесь. Сейчас мы все это разберем. Но еще раз это можно. Так. 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 Чтобы яснее было с этим индикатором покажу. Вот будет еще такой вариант, но это уже стационарный. Непоходный. Вот здесь вот есть такой вот переход. И вместо этого нижнего будет вот такой, но, наверное, подрезанной немножко. То есть я вот так вот где-то подрежу. И оно как раз будет, потому что, как я некоторым говорил, что вот середина, центр тора должен находиться где-то выше пояса, от пояса до солнечного сплетения в этих пределах. Он здесь низковато. То есть надо где-то на этом уровне. Вот когда будет такой уровень, то есть тут даже немного подрезать надо, то он станет большей высотой и на рост, если человек стоит, то это будет в самый раз. Именно стационарный вариант. Вы посмотрели демонстрацию возможности модификации моего посоха. В результате изменений сам посох стал значительно мощнее при тех же параметрах генераторов. Как всегда, я показал возможности, как на обычном генераторе, собранном на микросхеме ТДА7056А, о котором я делал два выпуска, и увеличенной мощности. Напомню, в обычном генераторе относительно величина выхода около 0,6 вольта пик-пик при одном оме. В увеличенной мощности в два раза больше. В результате пересчета конечных размеров и проверки выяснилось, что излучение энергии, которое для простоты общения называем статикой, но по сути это не совсем так. Особенно применительно к посоху, повысилось более чем в два раза. А по ощущениям воздействия на организм несколько даже больше. Полгода назад, когда я экспериментировал с моими первыми посохами, то даже тогда воздействие было не таким сильным. Но за это время я уже адаптировался ко всем моим вариантам и уже чувствовал их спокойно. Но с последней модификацией вновь ощутил действие, при котором не могу долго находиться под воздействием. И чувствую его сильное действие уже на двух метрах. Естественно, в своих расчетах я предусмотрел опыт с предыдущими разработками и, конечно, отталкивался в конечных размерах от длины волны водорода. То есть, 211 миллиметров с шагом четверти волны. А теперь мы его посмотрим в разобранном виде. Включать я уже тут ничего не буду. Вы это уже все видели в демонстрации. Поэтому я покажу как его делать и все нюансы сборки и использования. Значит, я взял на этот раз вот такие сантехнические трубы. Правда, они импортные. Это польские. Ну, они имеют хороший эстетический вид. Белые, довольно-таки гладкие. У них хорошая адгезия. Утолщенные стенки на полмиллиметра, чем вот в тех наших савдеповских серы. И варианты у них есть вот такие вот интересные, о которых я сейчас расскажу. Что позволило мне сделать в общем-то такую именно конструкцию. Значит, я давно собирался сделать так, чтобы тор от посоха спрятать вовнутрь. То есть, чтобы он не торчал снаружи. И вот, можете посмотреть, вот он внутри вставлен. Находится вот он здесь. Как раз, чтобы упирался вот в это окамеление внутреннее. И там фиксировался. Стоит он, как видите, не вот так, а именно вот так. И вид у него яйцеобразный. То есть, поджатый. Ну, не считайте, что это плохо, так как я уже давно хотел сделать тоже так, чтобы именно вариант был яйцеобразный. Почему? Ну, во-первых, это более сакральная позиция во всякого вида родоизлучениях или резонаторах. Посмотрите всякие картины, которые показывают древние там по фараонам, по всяким библейским персонажам. Там у них часто можете увидеть посохи, которые имеют завитые резонаторы и на конце находится то ли яйцо, то ли шишка. Это идеальный резонатор. Опять же, можете посмотреть на церкви. Там лукообразные или яйцеобразные. В общем, тоже взять, например, амфору сосуд. Именно там особенность этого сосуда, то, что он сама емкость яйцеобразная. И это не просто так. Мы не будем рассматривать этот нюанс сейчас. Факт то, что мне давно хотелось именно так сделать. И вот сейчас как раз так получается. Значит, вставляем это сюда. Значит, сперва делаем вот такой вот валик. Это обычный поролон, которым заворачивают всякие товары и так далее. Вот обрезаем вот сколько надо. Делаем вот такой валик и вставляем вовнутрь. подбираем так, чтобы он немножко был больше диаметра этого. хорошо сжимается. И чем он больше сжимается, он более упругий. Соответственно, будет там хорошо держаться. И уже потом вставляем вот туда с усилием. Все это сжимается и вдавливается. В результате получается вот такая конструкция, как я сказал. Сюда выводятся концы. вот значит здесь вот у нас получается тор, а здесь мы выводим концы, ну, чтобы они, так сказать, не были рядом. Вот опять же напоминаю, что желательно при выводе провода обязательно делать какой-нибудь бандаж. Ну, вот я здесь силиконовую трубку применил. Тут два зайца убита. то, что не было перелома и обязательно провод должен торчать, не ложиться. Вот как часто я вижу, делают модификации моих посохов по моим рекомендациям, но провод опускается вечно на сами излучатели. Надо, чтобы все-таки этот провод держался немножко дальше от излучателей. А это как раз позволяет ему уже свисать не прямо, а вот так. Соответственно, и генератор надо держать так, чтобы провод был немножко в натяге, а не просто лежал там до пола. Кабель тоже, я смотрю, часто берут тяжелый кабель, что тоже не совсем правильно. Не нужен. Тут 300 кГц, тут не такие частоты, это не мегаерцы, которые надо особо как-то проводить по проводам. Тут ничего страшного, тем более это синусоиды. Дальше тут выведенные концы для излучателей вот такие разъемчики. Это стандартные, которые обычно на платах в пинах идут. Вот здесь там папа, здесь мама, но без разницы. Факт то, что здесь опять почему именно такие? Во-первых, они легкие, то есть не будут биться об стенки и никак своей тяжестью не отрываться, ничего тут не отрывать. И опять же, вот когда мы соединяем, соединение недостаточно, так как здесь же высокое напряжение уже идет, поэтому этого достаточно. Здесь нету токов. И вот человеческий фактор. Вы например собираете, разбираете. конечно, конструкция не разборная, то этого ничего не надо. Просто прямо с тора выводится прямо вот сюда, на эту ленту, здесь вот как я уже рассказывал в прошлом выпуске про посохи, именно отверстие там например делается, распушивается провод, здесь вот скотчем заклеивается, потом еще бандаж и все это будет держаться. То есть здесь сплошной провод, но если делается вот такой вариант, который разборный, а именно я сделал вот этот вариант разборный, чтобы можно было его разобрать и ездить там по каким-то делам. Вот видите, он легко расходится, не повреждая ни провод, не нося никакого либо ущерба. Если же взять здесь серьезный какой-то разъем, то во-первых будет болтаться и может нанести здесь определенные проблемы, особенно с проводом. Просто порвать его или здесь вот оторвать. Вот поэтому я именно сделал легкие разъемы. Теперь дальше по самим излучателям. труба пятьдесятка. Как видите. И лента у нас тоже пятидесятка. Это стандартная лента, обычная сантехническая склейка основой. И раньше я брал четверть волны. и потом пополам. То есть это было уже одна восьмая волна. Вот было тут не пятьдесят три миллиметра, как по идее должно было быть на четверть волны. А двадцать шесть половин и двадцать семь. Вот но сейчас так как у нас диаметр пятьдесят и ширина ленты пятьдесят тут есть некоторые совпадения величин. Поэтому я оставил именно вот этот размер и этот размер одинаково. Но лента конечно обязательно округляется по концам как обычно и наклеивается спиралью. Спираль я выбрал именно по часовой стрелке если смотреть но это уже идет по биоэнергетике так как я всегда тоже по биоэнергетике направляю энергию там по часовой против часовой там есть свои законы вот здесь именно конкретно я здесь применил этот закон я в других посохах которые делал различных там десятками там менял и направление и против и по часовой и встречно с разными вот в общем направлениями вот здесь вот видите идет направление вот оно пошло пошло по часовой стрелке и пошло вот так поэтому поэтому смотрим как здесь сделано здесь вот этот вариант вот это вот низ поэтому здесь я постарался сдвинуть излучатель повыше а здесь вверх здесь излучатель уже пониже максимально и когда мы это собираем и вот получается но вот здесь вот центр тора и здесь здесь начало излучателей и это все симметрично совпадает размерах я сейчас расскажу теперь вот основные размеры у меня по моим расчетам получилось активная зона то есть от начала до конца излучателей общая длина метр 55 ну или 1055 миллиметров 1055 это 5 длины водорода ровно 5 длин водорода от начала до конца дальше сама лента половина излучателя вот от сих до сих 369 миллиметров то есть длина волны плюс три четверти длина самой ленты полная если развернуть саму длину ленту будет 790 миллиметров то есть три длины волны плюс три четверти ленту длина лента лента именно вот я взял такой вид с трубы переход потому что есть такие трубы которые прямые просто 50 миллиметров и всего вот до конца они ну не совсем подходят там получается сильно нажимать сам тор слишком уже будет он может лезть но это уже будет слишком хотя тоже пойдет но все-таки здесь больше широкая чем тут вот 57 миллиметров почти и получается что внутри достаточно свободно опять же здесь хорошо то что вот когда мы вставляем но например то здесь жесткий упор соответственно более жесткая конструкция вот поэтому был именно этот вариант в этом для с более стационарного варианта может подойти вот такая вот штука это тоже вот типа колено универсального там получается пор по размеру как раз в принципе можно вставить туда во внутрь и он в общем то почти будет круглый хотя как я говорю что круглый что не круглый это особого значения не имеет пока он слишком не деформирован поэтому прямо сюда можно торт вставлять здесь например ставить колено полметра и сюда например полметра или метр ну или там подрезать как я уже показывал демонстрация и получится более стационарный или вообще взять двухметровую трубу вот такую ну подрезать ее чтоб например было полтора метра там ну или полтора метра если найдете такую просто я не видел обычно или полметра или метровую иногда попадается двухметровые и вот там можно прямо все это вставить вовнутрь и снаружи только вот эти излучатели хотя опять же я например думаю насчет варианта сделать попробовать то есть берется метровый или там полтора метра как получится как найду по крайней мере метровые есть я показал а вот больше пока не было вариантов то есть туда в этот вот это 50 диаметр значит сюда можно вставить трубу 40 но надо еще поискать такую трубу пластиковую под 40 уже 30 есть а вот 40 надо искать и вот на самой этой трубе организовать и торт туда ну правда не на вовнутрь а там надо обрезать это все но это уже детали потом может ну факт то что на внутреннюю эту трубу сделать излучатели туда оставить тор прикрепить но так надо там обрезать конечно игру это потом и это все конструкцию можно ставить в эту трубу вовнутрь и получится что все будет внутри то есть наружу не будет никаких излучателей просто будет труба поставили на ножки и пользуйтесь факт то что она термо без обновь травма безопасна эти излучатели никак то есть их уже никто не сможет касаться напрямую естественно надо добудется изолировать это мне еще не совсем готовы и то есть будут бандажи из термотрубок вот здесь вот и естественно будет времена вот такая вот лента оберточная для предохранения теперь что важно еще дальше как я считаю я не говорил в прошлых выпусках пола посохом все собирался значит важно сделать вот как и в моем случае как видите тут у меня светились светодиоды вот я показывал видите там находится светодиод двойной но 20 место как обычно делается вот такая ленточка одна вторая то есть берутся обрезки опять же то той фольги эти два светодиода естественно встреч на вместе берем например провод многожильный естественно опять же мгтф хорошо подходит куски если у вас много вот потому что у него очень много жил это хорошо вот значит припаиваем сюда делаем выступы небольшие и и распушиваем конце потом скотчем и склеиваем это все чтобы держалась и что у нас получается мы вовнутрь трубы вставляем вот эту часть и эта часть изнутри вот когда внутрь мы вставляем она должна вот где-то вот находиться вот на уровне вот так вот больше для этого варианта вот примерно так да только изнутри и и и вот изнутри мы это снимаем проклеиваем внутри а вот этот тоже его проклеиваем но уже именно вот так то есть по внутреннему диаметру оно может быть больше может быть меньше и это и это уже сами экспериментируйте сильно зависит от генератора если генератор очень слабый то желательно их побольше делать если генератор сильный например вот на усиленном генераторе мне бы достаточно было бы и вот таких вот лепесточков чтобы уже все светилось но на обычном генераторе все-таки желательно вот это 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 с запасом оно не будет влиять на излучение самой системы потому что находится на некотором расстоянии тут вот толщина и нету контакта я всегда говорил что ну вот те которые делают посохи и уже даже на продажу их делают чтобы не было прямого контакта вот как вот так вот кладут вот индикатор например и смотрят у светится не светится нет светится должно рядом но ни в коем случае не класть на голый надо обязательно чтобы это было через изоляцию или рядом ну вы сами видели что но у меня светилась на обычном генераторе больше двух сантиметров где-то два с половиной сантиметра хотя раньше вот те посохи которые делал они все светились буквально вот пару миллиметров пару миллиметров пять миллиметров начинали светиться от обычного генератора уже мощный генератор там было пару сантиметров но здесь как видели 12 13 сантиметров на увеличенной мощности и вот для чего это надо здесь убивается сразу несколько зайцев первое вы видите что у вас посох включен это надо делать как на этой стороне так и на этой стороне вот у меня тоже сделано тоже вставлен индикатор то есть проклеен желательно его еще чем-то закрепить то есть вы вовнутрь когда вставляете этот светодиод вот он будет вот так изнутри светится видите этот пластик хорошо просвечивается и довольно даже не надо специального рассеивателя и например сюда вот на этот светодиод термо клеем прямо капнуть потому что вот это вот все она со временем начнет отставать то же самое как и здесь поэтому надо обязательно бандаж сюда и сюда и обязательно это еще закреплять вот такой вот ленты или что чем-то подобным вот есть такая защитная пленка на которой я обычно делаю вот обычные такие плоские закрываю их я уже показывал когда-то это но дело в том что тут клейкая основа и вот клей он хоть и не жидкость и не проводник но тем не менее он какую-то должен давать в общем-то помеху для вот этих вещей ну можете конечно и пленкой покрывать вот так а здесь бандаж уже устраивает но я вот не очень сторонник экспериментировать мне не хочется потому что это портить опять конструкцию если что не так поэтому я предпочитаю вот таким вот и он дает дополнительно он сама вот то лента она накапливает статику хотя это не то статика которые вот это но тем не менее она дает возможность для хорошего прохода этой статики то есть то есть относится дружественную и вот мы это все закрепляем вот здесь вот именно что этот индикатор у нас должен тоже быть закреплен надежно и тогда мы видим что у нас светится и верхняя часть и нижняя часть потому что мы мало ли что если вот например конструкция разборная или там вы плохо кто-то припаяли сделали со временем может контакт потерялся вы постоянно вот этим вот тыкать эти мод индикаторами тоже не очень удобно это человеческий фактор они вообще-то теряются всегда вы их где-то можете закинуть и забыть потом как пальцами что ли щупать есть там что-нибудь или нет на самом деле опять же вы можете включить особенно старые люди там включили и забыли а он работает и представьте себе вот забыли там на несколько часов там на 5-10 а люди находятся рядом может схватить передоз зачем это надо или вот такие вот индикаторы вот тоже это вообще вот сейчас они вот эти индикаторы вообще бессмысленны в этом случае статические я же говорю вот так вот ходить с ними все время тыкать и смотреть работает не работает зачем это надо если вот сделали раз вот такой вот индикатор с одной и с другой стороны и все и забыли и у вас нету этого геморроя с постоянным поиском и с смотром работает или нет и опять же например у вас может быть ситуация возникнуть что что-то случилось генератором то есть он как-то там синусоиду нету дает тут где-то вот случилось то есть но слабая энергия пошла соответственно у вас светодиоды не будут просвечивать вы видите этот вариант и уже понимаете что уже что-то произошло и надо это исправлять так как это посох и он именно действует на энергетику и он действует гармонично то есть у него соотношение сторон симметричное и соответственно энергия должна поступать симметрично если будет перекос я вам говорю что это не есть хорошо а индикаторы дают возможность оперативно за этим следить включили установку светится выключили не светится все особенно ночью в темноте будет очень заметно что он включен а ночью я очень не рекомендую на целую ночь его включать ну конечно можно например в комнате включить там на день на полдня и выйти оттуда ну иногда заходить выходить вот вот это даст дополнительную возможность очистить внутри помещения энергию нейтрализовать вот всякие сгустки негатива и всего остального и вот еще я проводил эксперименты с предыдущим посохом в одном из подвалов там было очень много заплесневение сильные там раньше было влага много влаги да и сейчас тоже и вот плесень это было просто катастрофа там и я вот поставила часов 10 в этом подвале и фактически и был до был сильный запах туда невозможно было спокойно то за зайти в этот подвал заходишь и сразу бьет в нос запах вот этой плесени вот фактически буквально когда я пошел выключать тот посох запаха практически не было и после этого плесени просто нету то есть только осталось ее следы больше ее как таковой не было правда это был один эксперимент я не знаю насколько это вообще актуально и получилось ли у других хотя мне тоже передавали люди что были результаты и вот сейчас хочу еще попробовать найти какой-нибудь подвальщик или помещение где много плесени и попробовать именно этот вариант похожие вот значит это вот я сделал вариант как я уже говорил для для похода куда-нибудь то есть можно чтобы его было какой-нибудь сумку небольшую походную или чемоданчик вот который на колесиках особенно туда сложил это все и поехал куда-то там с теми же растениями опять животными это все очень сильно помогает но именно надо не забывать что посох предназначен больше для больших объектов с малыми объектами не знаю как будет получаться у меня там вот где я про растения немножко выпустила сделал выпуск там есть прикрепленное сообщение где вот человек экспериментировал с моим посохом просто делал для себя чтобы себя оздоравливать и свою семью а а посох стоял недалеко от аквариума который там 150 литров и как оказалось там рыбки настолько оживились и аквариум настолько очистился что он забыл как его что его уже не надо чистить только подливал воду периодически то есть все паразиты вся вот это вот зелень которая на стеклах образуется оседает она вся исчезла просто и это было чисто случайно просто недалеко посох стоял его периодически включая там на полчаса на час когда надо было кого-то из семьи просканировать и еще значит когда с растениями вы работаете тоже у меня есть значит сообщение когда люди показывают как им они лечат деревья тоже очень эффективно и вот естественно все ставится вертикально до имейте ввиду что посох надо обязательно ставить вертикально по отношению к телу то есть если вы легли значит надо класть посох но опять же чтобы не было металла рядом но это уже другая тема я все-таки постараюсь как-то по посоху конкретно дать рекомендации не сейчас сейчас вот я вам показываю то что есть он значит будет несколько модификаций поход это походная вам показываю будет другая стационарная конструкция и я постараюсь сделать где-то на метра два высотой и возможно еще буду применять больше дней диаметра трубы то есть вот ближайшая то сотка попробую применить и соответственно там в общем сделаю более габаритную конструкцию и посмотрю как она будет работать там уже люди тоже пытаются делать экспериментировать но опять же они все-таки не в теме энтузиазм не всегда бывает положительным вот я-то знаю что я делаю и понимаю чувствую но с другими не знаю мне тяжело давать советы о том чтобы что-то делали тем не менее еще я вот все тоже с как-то собирался прогнать через него воду внутри но вот мне как-то один написал тоже рассказывал как он проводил эксперименты тоже мне фотографии присылал ну вот то есть он пропускал вовнутрь в трубочку силиконовую вот сюда типа от капельницы ставил тут емкость с водой соответственно за посохом внизу ставил другую емкость и полностью но он полностью пропускал внутри все этой трубы трубочку и капельницы регулировал там то ли капала то ли лилась чтобы про проливалась полностью через этот посох но это было не совсем правильно во первых он емкости ставил слишком близко возле излучателей а их надо ставить ну хотя бы на полметра а то и метр от излучателя потому что они сами только вот как я бы на примере аквариума уже объяснял что они уже так в на воду воздействует даже на на близком просто расстоянии они уже действуют на воду и соответственно это верхняя часть а это нижняя часть и они получаются будет синфаз на самой жидкости и она уже будет заряжаться и получается что пропуская внутри вы искажаете результат а если вы делаете эксперимент он должен должен быть относительно чистый соответственно надо ставить емкость подальше с водой которая сверху идет и вторую приемную емкость тоже подальше но хотя бы на полметра а то вообще желательно и на метр и трубку по на проводить вот через этот излучатель но выводить и уже обходя сам тор вводить дальше и уже выводить трубку уже с излучателя дальше вот это будет более-менее чистый эксперимент это заряд воды но предупреждаю никогда при таких экспериментах не пейте там или не используйте всю воду сразу надо по чуть-чуть если вы его так типа зарядили воду и хотите на себе проверить проверяйте малыми дозами старайтесь сперва развести эту жидкость в другой нейтральной воде то есть там например берете полстакана обычной воды туда льете но чуть-чуть этой и смотрите проверяете потому что снова есть уже такие эксперименты были проводились ну не я потому что я предупреждал человека что может быть проблемы так и оказалось что тоже они экспериментировали с определенными видами излучения тоже пропускали воду через вот такие всякие дела и вместо того чтобы вот тоже вот так вот по чуть-чуть по чуть-чуть попробовать посмотреть что получится как она будет действовать просто весь стакан ну и были проблемы довольно серьезную поэтому все надо делать осторожнее но правда там говорю там были совсем другие частоты были друг от другая установка я был сразу против того чтобы это делали но тем не менее сделали и попробовали отрицательный результат получили хотя если я меня послушали то может быть и не знали бы о таком результате на что сделать в общем вот я вам это все объяснил как что теперь я надеюсь понятно размеры я все дал можете повторять пробовать я бы еще например увеличил все такие еще высоту длину ленты и соответственно ширину излучателя но это уже другая история внимание внимание перед тем как провести сеансы дистанционного воздействия предупреждаю посетителей с не равновешенной психикой без присмотра близких сеанс смотреть не рекомендуем это также касается людей с сердечными проблемами если вы почувствуете в процессе просмотра некоторый негатив или дискомфорт то сразу прекращайте но имейте ввиду что большинство хронических болезней сильно закопанных в организме проявляет себя в виде обострения рекомендую во время сеанса не скрещивать руки и ноги а также снять металлические цепочки и браслеты в остальном воздействие должно положительно сказываться на самочувствии и пробуждать иммунную систему увеличивая защитную оболочку организма я даю установку на трое суток прошу обязательно отписаться в комментариях о том было ли какое-либо воздействие и что при этом происходило естественно это может действовать далеко не на всех не забывайте это только эксперимент тем не менее в этом сеансе применен новый конструктив посоха с увеличенной мощностью и теперь я даю не просто поток энергии а с установкой на защиту и очищение с увеличенным воздействием конечно если вы не желаете участвовать в эксперименте то можете выйти и с просмотром сейчас подключен мощный генератор и мы попробуем создать биополе который должно на вас как-то действует и так далее так вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...